Проведение больших конференций для Брестского государственного технического университета – миссия почетная. Традиционно под образовательными сводами темы для открытых дискуссий имеют и представители технического и гуманитарного профиля. В очередной раз в центре внимания ученых, опытных и начинающих исследователей – Великая Отечественная война. Ее уроки и то, насколько большую роль в достижении победы сыграл особый дух, присущий воинам Советского Союза. Университет – это не только точные науки, не только профессиональные знания, но это и воспитание гражданина, воспитание человека, который должен жить в нашем государстве и понимать, как оно функционирует, на каких принципах строятся взаимоотношения между людьми, как соотносятся духовное и материальное. Все это должно исходить не только из наших уст, сотрудников университета, преподавателей, сотрудников отдела воспитания, воспитательного отдела, но и из уст наших гостей, которые признаны авторитетные, которым прислушиваются все в нашем обществе. За одним столом с учеными на большой конференции представители духовенства. Сотрудничество с Брестской епархией продолжается уже не один год. Во многом это взаимодействие подкреплено реальными совместными проектами, которые вносят свой вклад в воспитание молодежи. Сегодня, когда мир окутывают сомнительные ценности, задача церкви и системы образования – направить юноши и девушек на верное восприятие событий, рассказать, что на самом деле правда, а что ложь. Жизнь непроста, есть разные всякие вызовы в этой жизни, и для молодых людей не всегда бывает просто сориентироваться. Апостол Павел говорит, что все мне позволительно, но не все полезно. Поэтому вот задача наша, в уместе, дать то нужное, то необходимое, чтобы они понимали, что полезно для жизни человека, как они должны ориентироваться в жизни, как они должны состояться. Как, конечно, родители в будущем, естественно, как граждане нашего Отечества, как наше будущее, хотя они не только будущие, они и настоящие. Очень почетно было приступить к этой работе, так как есть духовное воспитание, хочется почитать эти ценности христианства, никогда их не забывать, духовное воспитание, помнить эту историю и дальше продолжать развиваться. С докладами в этот день выступали и студенты, и педагоги. Каждому поколению есть что сказать о тех событиях, которые 75 лет назад изменили ход истории. Сегодня главная задача – сохранить светлую память о тех, кто смог добыть мир и покой, и передать ее внукам и правнукам воинов-победителей.